Сделать выбор сегодня значит в будущем определить вектор развития страны и региона. В течение трех дней жители городского округа голосовали за кандидатов депутата Государственной Думы и МОСОБУЛ Думы. В пятницу ровно в 8.00 в муниципалитете открылись избирательные участки. Так исполнить свой гражданский долг жители спешили с самого утра. Глава округа Андрей Булгаков проголосовал на участке номер 3382, который расположен в школе номер 17 в микрорайоне Богородский. Пришел на выборы с сыном. Руководитель муниципалитета считает, что выразить свою гражданскую позицию, отдать голос за кандидатов в Госдуму и МОСОБУЛ Думу – выбор человека, который неравнодушен к будущему своей страны. Сегодня своим сыном уже традиционно мы вместе за поправки Конституции приходили голосовать в Щелково. Сегодня я пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее, за перемены, те, которые необходимы, которые реализуются в Щелково. В школе номер 17 расположено сразу несколько избирательных участков, где голосуют как жители Богородского, так и финского микрорайонов. Директор школы номер 17 Анна Грызлова также пришла исполнить свой гражданский долг. Проголосовала на участке номер 4205. Вся Россия, все граждане России, все патриоты России придут на избирательные участки для того, чтобы отдать свой голос за наше будущее. Безусловно, вся моя семья сегодня будет на избирательном участке, потому что, ну, а как можно жить в этой стране по-другому, как не любить свою страну, бороться за свою страну и думать о будущем своей страны. И родители учеников школы номер 17 убеждены, что от выбора граждан сегодня зависит будущее, то, в какой стране предстоит жить их детям. Инициативная группа уже в первый день голосования пришла на избирательный участок. Пришли мы проголосовать, это наш гражданский долг, за будущее нашей страны. Будущее нашей страны – это наши дети, поэтому мы голосуем, наш голос очень важен для нашей страны. И в городе, и в отдаленных от центра уголках муниципалитета также проходило голосование. Люди с самого утра шли на избирательные участки, кто по пути на работу, кто просто отложив повседневные хлопоты ради нужного и важного дела. Это дело каждого, обязательно, этим мы живем, поэтому это обязательно, каждый должен голосовать. Это наша дальнейшая жизнь, кого мы выберем, так и жить будем. Закрылись избирательные участки в первый день голосования в 8 вечера, и также в штатном режиме открылись в субботу утром, ровно в 8.00. Сделать свой выбор пришла Нина Ивановна Иванова, теперь почетный гражданин городского округа Щелково. Она по собственным словам голосует всегда и ответственно приходит на участок отдать свой голос за достойное будущее страны. Мы голосуем за людей, которые будут вести нас. Надеемся, что они сумеют выполнить наши пожелания. Отложив свои заботы и срочные дела, Щелковцы приходили сделать выбор. Так, в перерыве между тренировками чемпион мира подзюдо, награжденный знаком отличия за заслуги в развитии физической культуры и массового спорта в городском округе Щелково Яга Абуладзе вместе с отцом, тренером подзюдо спортивной школы Олимпийского резерва Джумбером Абуладзе, пришли на избирательный участок номер 3410, расположенный в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Центральная, чтобы выразить свою гражданскую позицию. День спортсменов даже в выходной расписан поминутно. И сразу же после голосования Джумбер и Яга Абуладзе отправились на тренировку. А вот работа избирательного участка продолжилась в штатном режиме. На участке в обязательном порядке соблюдается масочный режим. Уже на входе измеряется температура. Также можно воспользоваться дезинфектором для рук. 19 сентября, в третий по счету день выборов, люди продолжали идти на свои избирательные участки. Кто-то даже целыми семьями, показывая пример подрастающему поколению, насколько важно не оставаться в стороне от общего важного дела. На 18.00 явка избирателей составила почти 44%. Проголосовало более 66 тысяч человек. О конечных результатах станет известно позже. Ровно в 20.00 все избирательные участки округа закрылись. Начинается подсчет голосов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова